здравствуйте приветствую вас на канале сад и огород сейчас расскажу про лучшие сорта томатов которым не нужно пасынкования высокая урожайность без особых усилий и затрат высокорослые и раскидистые кусты помидоров как правило образуют в междоузлиях большое количество пасынков и нуждаются в формировании кроны по этой причине я предпочитаю неприхотливые и низкорослые сорта томатов не требующий сложного ухода акварель неприхотливый сорт среднего срока созревания можно выращивать в открытом грунте его отличительная особенность стабильное плодоношение даже в неблагоприятных условиях на кустах акварели формируются большие кисти ярко-красных плодов массой около 100 грамм средняя урожайность с одного квадратного метра составляет до 6-8 килограмм растение имеет хорошую резистентность к вершинной гнили ацтек ультра скороспелый томат предназначен для всех типов грунта высота растения формирующего плоды массой по 20-30 грамм не превышает 40 сантиметров мелкие ярко желтые томаты имеют приятный сладковатый вкус позволяющий использовать их как в свежем виде так и для консервации в домашних условиях теплицы ацтек плодоносит до самой зимы белый налив неприхотливый высокоурожайный сорт раннего срока созревания стабильно плодоносит в любых условиях легко переносит перепады температуры и кратковременную засуху ярко-красные плоды массой 100 120 грамм отлично переносят транспортировку и долго хранятся в свежем виде средняя урожайность около 7 килограмм с одного квадратного метра буян высокоурожайный томат раннего срока созревания отлично плодоносит в любом типе грунта средней величины плоды 100 грамм имеют сочную с легкой кислинкой мякоть идеально подходит для заготовок впрок маринования засолка неприхотливое растение дает урожай до 7 8 килограмм в любую погоду данку среднеспелый сорт формирует алые плоды от 100 до 300 грамм сердцевидной формы томаты с тонкой кожицей и приятным вкусом идеально подходят для приготовления пюре кетчупов соусов и сока урожайность растения почти не зависит от погодных условий и состава грунта краковяк этот ультраспелый томат нравится мне тем что не требует особого ухода его мелкие округло приплюснутые плоды 50-70 грамм идеально подходит для консервации холодостойкое растение можно сеять прямо в открытый грунт это существенно экономит время и усилия необходимые для выращивания рассады непас непосынкующийся сорт томата дает урожай по 5-6 килограмм с одного квадратного метра и не нуждается в сложном уходе среднего размера помидорки 50-80 грамм со вкусной сочной мякотью имеют универсальное назначение неприхотливое растение выращивают в любом типе грунта челнок раннеспелый помидор заслужил признание овощеводов благодаря высокой урожайности и продолжительному плодоношению неприхотливое растение можно выращивать в открытом грунте прямо стоящие компактные кустики высотой не более 40 50 сантиметров не требуют особого ухода посынкования подвязка к опоре с одного квадратного метра можно собрать урожай около 7 8 килограмм сочные сладковатые на вкус помидоры массой 60 70 грамм имеют плотную кожицу это позволяет использовать их для всех видов засолки и маринования помидоры челнок легко переносит транспортировку на дальние расстояния ракета универсальный сорт позднего срока созревания формирует ярко алые плоды удлиненной формы массой от 40 до 60 грамм средняя урожайность с одного квадратного метра составляет около 6 7 килограмм растение имеет резистентность грибковым и бактериальным инфекциям ракета отличается дружным созреванием плодов низкорослые непосынкующиеся помидоры отличаются неприхотливостью в уходе и хорошей урожайностью попробуйте посадить на участке один из рекомендуемых сортов и вы получите отличные на вкус и дружно созревающие плоды универсального назначения а я заканчиваю спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь пока пока